Ну что это за лавка? Здесь все вот ободрано, краска облезшая, мусорку поставили тут рядом. Площадь Ярославля 250 квадратных километров, а население 608 тысяч человек. То есть этот город как бы не маленький, но и не мегаполис. В Центральном федеральном округе РФ он является третьим городом по величине населения. Но тем не менее, в Ярославле есть и речной порт, и даже аэропорт. Здесь также имеется транспортный узел, где железнодорожные линии и автодороги направлены в сторону Москвы, Вологды, Рыбинска, Костромы, Иваново и Кирова. В 2010 году город отметил свое тысячелетие, а его исторический центр, услияние Волги и Которосли, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Не сложно догадаться, что город был основан кем-то с именем Ярослав. И был это Ярослав Мудрый. Смотрите, а рядом с Успенским собором стоит камень. И на нем написано, на этом месте в 2010 году Ярослав Мудрый основал Ярославль. Точнее, Ярославль был основан на этом месте. Вот он пришел к этому камню и говорит, вот здесь буду основывать Ярославль. Наверное, так и было. Место основания Ярославля. 2010 год, получается, тысячу десять лет назад. Ровно тысячу десять лет назад. Здесь же находится рядышком ротонда. И тут, получается, почему он здесь основал? Потому что такое место интересное, что находится оно на возвышенности. Но это очень часто служило одним из элементов того, чтобы основывать города, чтобы город был на возвышенности и все было видно. Ярославль – это родина старейшего отечественного театра. В этом городе в качестве культурной программы есть возможность посещения как минимум четырех известных в Ярославле театров. Российского академического театра драмы имени Волкова, Ярославского государственного театра «Кукол», Театра юного зрителя, Ярославского камерного театра. В городе также действует Ярославская государственная филармония, цирк, есть кинотеатры, парки культуры и отдыха. Ну и, честно говоря, если подойти к храму Куспенскому, часть его реставрируется, получается, левая. Везде забор со всех сторон, лестница с одной стороны и с другой стороны тоже вся, конечно, уже в таком состоянии, плачевном. Но реставрируется, и я надеюсь, что скоро это все дело закончится и будет снова полностью красиво. Ярославль Это один из городов, который люди нередко выбирают до переезда. И он, пожалуй, как никакой другой подходит для тех, кто по каким-то причинам пока не готов переехать в более крупные города. Ну и как в любом другом городе, Ярославль имеет свои плюсы и минусы для переезда или жизни. Конечно, Ярославль – жемчужина Золотого Кольца. Здесь, как и в других городах из этого списка, таких как Владимир, Иваново, Суздаль. Кстати, если вам интересны другие города Золотого Кольца, пожалуйста, смотрите, видео о них уже опубликованы. Действительно, здесь большое количество древних соборов. Красивой архитектуры. Конкретно в Ярославле также ухоженная и благоустроенная набережная, а также множество церквей и храмов, которые радуют глаз. Но при всей этой благоустроенности, культурности и радостности мы не должны забывать, что Ярославль – это также и промышленный город. И дымящиеся заводы и фабрики от ваших глаз никто не утаит. Для активных шопоголиков здесь огромное количество торговых центров, ресторанов, фитнес-клубов и других подобных мест. Их число постоянно увеличивается. Ну и, конечно, во всех этих заведениях нужны сотрудники, а значит, работа здесь есть всегда. Но тут есть и не очень приятный момент. Средние зарплаты составляют всего 27 тысяч рублей. В той же Москве средние зарплаты 88 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге 66. И, как отмечают живущие здесь в съемных квартирах ярославцы, половина заработной платы уходит на аренду комнаты или квартиры. Вы знаете, прежде чем приехать в любой город, естественно, как правило, смотришь, какие посмотреть достопримечательности. То же самое я делал и с Ярославлем. Естественно, я зашел в интернет, начал искать какие-то знаковые места, точки. Ну, не выписывал их для себя, но отмечал. Что по факту? Когда приезжаешь в Ярославль, приезжаешь в центр, то я для себя понял, смотреть, искать что-то не надо было. Потому что здесь весь центр Ярославля – это все один большой музей. Понимаете? И, конечно, по традиции мой Ярославский отель, чтобы вы знали, где можете остаться. Возможно, вам тоже это место приглянется. Отель называется Royal Spa Wellness Ярославль. Ну, короче, Royal Ярославль просто. Здесь в отеле есть два ресторана, большой холл, есть парковка для автомобиля, парковка 200 рублей в сутки, есть спортзал, что немаловажно, и есть спа-зона. Есть разные категории номеров, где-то включено стоимость, ну, понятно, там, цена на номер выше, чем стандартный номер. А если вы берете стандартный номер, стандартный номер вам здесь обойдется в 4500. Это стандартный номер. Посещение спа-зоны 900 рублей на человека. Есть несколько видов саун, бассейн, и есть спортзал бесплатный. Можете ходить сколько захотите. Покатавшись немного по Ярославлю на автомобиле, я могу отметить, что город загруженный, и я не раз стоял в пробках. Возможно, конечно, мне попалось такое время. Как мне показалось, город идеально подходит для посещения всей семьей. У него очень приятный центр, где можно погулять с детьми. А также здесь немало достопримечательностей, подходящих для визита с детьми. Местная детская железная дорога. Фишкой ее является то, что сотрудники этой железной дороги дети. Здесь любых желающих ребят от 10 лет могут обучить специальностям, связанным с железнодорожным транспортом. Водителям, бортпроводникам и другим. Но прокатиться на таком поезде можно за какие-то 200 рублей. Можно посетить Ярославский планетарий имени Терешковой. Вся красота видна еще до того, как вы переступаете его порог. Здание выполнено в настолько необычном архитектурном стиле, что возникает ощущение, будто вы находитесь в какой-то другой галактике. В планетарии есть экспозиционно-выставочный зал «История космонавтики», обсерватория, медиа-кафе, 5D-аттракционы и непосредственно сам планетарий с 3D-визуализацией. В Ярославле есть и зоопарк, который был основан в 2008 году. Здесь можно посмотреть на 250 видов животных. А сам зоопарк построен так, чтобы его жители находились не в тесных клетках, а на достаточно больших территориях. Музыка 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 Я зашел на территорию Ярославского музея-заповедника прямо направо в высокая лестница. Ну, вот покрышки я вижу. Лестница высокой. Ну, не похоже, что это как бы здесь. Ну да, там он. Стой. Дороги нет. Непонятно. Музыка Думал, что не найду. Не попаду сюда. Никогда. По зданиям, по вот этим, они все одинаковые эти лестницы, одинаковой высоты. Куда идти? В какую лестницу? Музыка 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 А теперь положительные стороны того, чтобы ходить по музеям, по достопримечательностям в понедельник, когда все работают. Заходишь в музей, ты один, с тобой все готовы поговорить, рассказать. Очень классные люди. Музыка Что мне понравилось как туристу? Во-первых, здесь большое количество мест, где можно посидеть, отдохнуть, выпить кофе. Хотите хороший качественный ресторан? Есть хорошие качественные рестораны. Все в шаговой доступности и не надо что-то искать. Как, к примеру, вот в Вологде. В центр приезжаешь. Конечно, там все это меньше. В центр приезжаешь. Хочешь поесть, куда-то зайти. И как бы ты такой а-а-а. И ты не знаешь. Блин, а куда идти-то? А где что-то перекусить? А где посидеть, отдохнуть? Здесь же такого абсолютно нет. И вы знаете, самая главная рекомендация по Ярославлю будет это не посмотреть там то определенное место или вот это определенное место. Главная рекомендация это просто приезжайте в центр. Идите, куда глаза глядят. Идите, куда хочется. Влево, вправо, прямо, назад. И везде будет что-то, что можно посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин